Приветствую! Данное видео посвящено вопросам ЗНО-2023. И мы разберемся с тем, какие дисциплины вынесены на экзамены, каков порядок и сроки сдачи экзаменов. Ну а перед тем, как начать, хочу сказать, что данное видео подготовлено при поддержке Харьковского национального экономического университета имени Семена Кузнеца, в котором я имею честь быть заведующим кафедрой. А теперь перейдем непосредственно к нашему основному вопросу. Ну, во-первых, стоит сказать, что привычного ЗНО в 2023 году не будет. Будет национальный мультипредметный тест, который был в 2022 году. И уже со слов министра, НМТ в 2023 году будет несколько отличаться от того, что было в 2022 году. И вот сейчас мы разберемся в том, какие же будут отличия. Итак, НМТ-2023 будет состоять из двух блоков. Обязательный и дополнительный, выборочный. И вот в обязательный блок будет входить четыре предмета, которые будет сдавать каждый школьник. И сюда входит, соответственно, украинский язык, математика, история Украины и один из иностранных языков на выбор. Английский, французский, немецкий и испанский. Обращаю ваше внимание, что все четыре предмета, которые вы видите сейчас на экране, нужно будет сдавать. Дополнительный блок НМТ состоит из следующих предметов. Физика, химия и биология. Обращаю ваше внимание, что в дополнительном блоке нужно будет выбрать один из этих предметов. Именно его, тот предмет, который вы выберете, вы и будете сдавать. Сдача экзамена будет происходить в два этапа, в два дня. Первый этап 90 минут выделяется на математику и украинский язык. И 90 минут на историю Украины и иностранный язык. Во второй же день будет сдаваться вот тот самый дополнительный предмет, который вы самостоятельно будете выбирать. Тестовые задания НМТ составят согласно программам ЗНО по соответствующим предметам. А это говорит о том, что мы уже сейчас можем брать программы ЗНО и по ним готовиться, что несколько упрощает жизнь. Да, мы понимаем, к чему нужно готовиться. Регистрация для участия в НМТ-2023 планируется провести в апреле. Акцентирую внимание, что есть слово «планируется». Пока точная дата еще неизвестна. Само же тестирование планируется провести в июне-июле 2023 года. Абитуриенты, поступающие на специальности, для которых предусмотрен творческий конкурс, будут поступать по результатам НМТ и творческого конкурса. То есть нужно будет сдать и НМТ, и творческий конкурс. Без НМТ можно будет поступить на контракт по тем специальностям, которым предоставляется особая поддержка. Например, в 2022 году в ХНЕУ имени Семена Кузнеца была одной из таких специальностей, было социальное обеспечение, на которое люди могли поступить только лишь написав мотивационный лист. Друзья, на что хочу обратить ваше внимание. Вся информация, которая представлена в этом видео, это еще предварительная информация. То есть на сегодняшний день мы имеем только, по сути, устное заявление министра образования о том, как будет проходить НМТ 2023. Достоверно, порядка, еще неизвестно. Почему? Потому что он не принят в рамках тех нормативно-правовых актов, которыми он должен быть утвержден. Ждем результата, и когда эти акты будут утверждены, когда мы узнаем уже точный, окончательный вариант, как будет это происходить, я обязательно сниму соответствующее видео. И чтобы его не пропустить, вам нужно всего лишь подписаться на мой канал и поставить колокольчик. Напомню, что с вами был Олег Лукьянчиков, адвокат, кандидат юридических наук. Желаю вам удачи, благополучия и мира. Пока-пока.